друзья всем привет с вами передача по кашеварим я вот решил наконец-то снять ответы на вопросы которые вы мне задавали на канале и вконтакте очередной выпуск я буду делать в режиме онлайн снимать поэтому на мои запинания просьба не реагировать негативно я сейчас открыл свое видео в котором я просил вас задавать вопросы и читаю комментарии по порядку отвечаю на вопросы так первый же комментарий он не вопрос а дарья шаинская благодарит за мой канал дарья спасибо тебе что ты смотришь мой канал так значит кем вы работаете этот вопрос самый популярный он получил больше всего лайков поэтому отвечаю я работаю совершенно не в сфере питания может быть к сожалению а может быть и к радости потому что если бы я работа в сфере питания может быть мне не доставляло бы удовольствие делать этот блок и в общем ты может быть его даже и не было бы до на работе мне хватало бы вот так вот этой готовки я работаю в экономической сфере в компании которая занимается ипотекой это не банк мы занимаемся немножко другой работой а за что я отвечаю да на работе но если интересует должность то у меня свой отдел который отвечает за развитие инфраструктуры по всей россии короче говоря партнерская работа другими словами о вопрос от зарины заре новой а когда вы сделаете обзор на керамические сковородки зарина обзор на керамические сковородки будет прямо в следующем выпуске вот после этого выпуска выйдет обзор на керамические сковородки валентина шашкова спрашивает виталий спасибо вам огромное за интересный и полезный канал а теперь вопрос что же вас подвигло создать кулинарный канал валентина во первых спасибо большое что вы постоянно комментируете мои видео это очень приятно я все ваши комментарии читаю к сожалению не на все успеваю ответить значит отвечая на вопрос что меня сподвигло сделать мой кулинарный канал мясо подвигло то что когда-то случайно я взял в руки камеру когда я готовил медальоны и свинины я этот процесс заснял я даже кстати говоря несколько месяцев назад я выложил этот ролик который у меня получился тогда самый первый он вообще в канал не вошел но тем не менее я его сделал даже смонтировал я вам его показал выложил вот в общем мне тогда понравилось просто мне не захотелось оставлять мою готовку результаты готовки только исключительно для себя и для своей семьи я решил делиться с вами потому что у меня получается это делать немножко и может быть я полезен кому-то буду вот так вот валентина люди кто поставил дислайки магребенец пишет магребенец вообще тебе спасибо тоже отдельно ты постоянно меня защищаешь от всяких негативных комментариев сам пишешь много комментариев тебе спасибо что смотришь канал чувак я за тебя вот у меня тут защищаю да кто ставит то поставил дислайки причину можете назвать но явно это вопрос не ко мне относится до тем кто ставит дислайки не кстати тоже интересно чем ставите дислайки вот хоть бы написали чё не так то вот меня стабильно каждому видео 34 дислайка одни и те же люди прекращайте уже я вам вроде ничего плохого не делаю да ладно он же пишет магребенец я я прошу прощения могу неправильно ударение ставить так что вы не обижайтесь поступал ли поступали ли тебе предложение попасть телевизор и там показывает свое мастерство нет мне не поступали предложения выступать по телевидению к сожалению да я бы на самом деле выступил я бы где-нибудь поучаствовал может быть даже когда-нибудь это случится кстати меня где-то показывали на канале ю года точно на канале ю какая-то была передачей там немножко моя моя ряха промелькнула в общем вот значит еще один вопрос от магребенеца как только ты начал по кашеварим параллельно был у тебя канал где ты с другом на рыбалку ездил что стало с этим каналом а да действительно назывался канал видео виталька и димон обо всем это на самом деле не мой друг это мой брат родной димон димон привет если смотришь в общем канал никуда не делся канал остался я его не блокировал я даже вам сделаю ссылочку что вы посмотрели мы там сделали шесть достаточно забавных выпусков мне показалось вот он что-то типа влога такой но там с юморцом в общем интересно но к сожалению мы с братом сейчас живем в разных концах москвы и там безусловно если мы еще когда-то поедем на рыбалку и там пересечемся на какое-то длительное время с ним мы заснимем еще несколько выпусков так что не отписывайтесь от того канала пускай он остается но я обязательно если там будут обновления вам об этом скажу евгений абрамов спрашивает доброго времени суток а где жульен евгений доброго времени суток а жульен будет обязательно я твой рецепт уже попробовал ладно скажу мне понравилось поэтому сниму я рецепт сниму я этот рецепт и покажу вообще я думаю будет полезно делать такую рубрику типа там рецепты от подписчиков да как вот как вы думаете если да то ставьте пальцы вверх дарина шаинская пишет скажите пожалуйста ваша основная работа приносит вам такое же удовольствие или кулинарии остается самым любимым делом дарья честно говоря моя работа мне приносит удовольствие потому что у меня на работе замечательный коллектив интересная работа однако хобби кулинарии конечно же безусловно это своего рода отрада такая для меня и удовольствие готовить мне приносит намного больше поэтому это и хобби хобби она всегда приносит много удовольствия вот такая вот история я уже как раньше сказал если бы это было моей профессиональной деятельностью может быть я не получал бы столько удовольствия от готовки евгений телевень или телевень евгений спрашивают а евгений я прошу прощения эта девушка виталий здравствуйте как вы обычно проводите вечера в будни какие фильмы порекомендуете к просмотру спасибо за ваш канал всегда очень интересно смотреть вам спасибо что смотрите если вам было не интересно смотреть меня здесь не было и так евгения отвечаю по порядку как вы обычно проводите вечера в будни вечера в будни у меня проходят достаточно однообразно скрывать не буду у меня двое детей супруга и мне вечером надо заниматься семьей я когда приезжаю с работы я безусловно занимаюсь с детьми я купаю маленькую дочку мы что-то делаем чем-то занимаемся там сыном читаем книжки допустим там играем во что-нибудь ну вот примерно так иногда я готовлю но в будни я обычно не снимаю рецепты обычно я снимаю в выходные дни потому что времени больше вот в общем будни проходит вот так обязательно да у меня у нас традиционную вечером когда уже все дети там ложатся и спят мы с супругой смотрим какой-нибудь сериальчик интересный да какие фильмы порекомендуете к просмотру о фильмы я честно говоря мне опять-таки времени на просмотре фильмов не очень много мы сейчас честно смотрим больше сериалы потому что сериалы они настолько классные вот некоторые что никакие фильмы не нужны если честно вот что касается сериалов я мой фаворит вообще безусловно этот сериал номер один во все тяжкие я с огромным ожиданием жду выхода новых серий мы смотрим теорию большую большого взрыва декстера мы посмотрели сериальчик отчаянные домохозяйки кстати на удивление когда мы его начинали смотреть и от сериал ну вообще не понимал думал что это какое-то мыло такое мощное типа санта барбары а нет оказался шикарный сериал я вам рекомендую посмотреть ну вот в общем ну естественно доктор хаус какое-то время назад был когда он не закрылся вот в общем мы мы любим смотреть сериалы друзья а насчет фильмов ну чем недавно посмотрели фильм oblivion нормальный такой на посмотреть на раз неплохо не значит посоветовать в общем про фильмы не могу посоветовать а сериал вот пожалуйста который я назвал это супер вообще марго м спрашивает когда обещанный тест керамических сковородок так я уже сказал что обязательно будет я все расскажу так с пылу жару это вот мой товарищ кулинар тоже ведет свой кулинарный канал я сделаю ссылку на его на его канал и вы посмотрите что он делает очень интересные ролики тоже вот значит вопрос какой задает помогает ли тебе кулинария уйти от проблем насущных от мыслей о работе и какие у тебя еще есть способы ухода от стресса во значит кулинария мне помогает уйти от насущных проблем иногда кулинария сама становится проблемой когда начинаешь когда хочешь сделать что-то необычное например и у тебя это получил не получается несколько раз меня это начинает тоже раздражать и в то же время параллельно заводить сделать так хочется правильно вот это тоже становится проблемой вот приходится отвлекаться чем-то другим вот кстати такой пример у меня был с макарунами а когда французские макаруны делал сотый выпуск смотрите блин они у меня не получались не получались не получались не получались но в итоге я их добил короче говоря вот но они меня уже разобравились к тому моменту нас какие у тебя еще способы ухода от стресса у меня ну во первых я стараюсь стресс не испытывать если честно у меня не такая не так много жизни чтобы тратить их на стресс я ко всему отношусь очень философски вот эта избитая фраза что не делается ток делается к лучшему она мне помогает я честно говоря все время ее вспоминаю когда у меня какие-то проблемы и зачастую зачастую эта фраза работает в процентах 90 случаев даже какие бы проблемы у меня не были как бы мне не было сейчас плохо я понимаю что мне по-любому будет когда-то хорошо и я понимаю что у меня на самом деле причин расстраиваться нет как таковых потому что у меня вот какие бы проблемы меня на работе например там не мучили я прихожу домой у меня здесь прекрасная маленькая дочка замечательный сын жена да вот чем не расстраиваться я прихожу домой отдыхаю от этой работы я общение не думаю вот так вот ладно надеюсь начальство мое несут не слушает скажут думать о работе надо всегда а это не так думать надо семье мы работаем ради того чтобы наша семья чувствовала себя хорошо никак не наоборот поэтому работа это второе место как вы как давно вы дарья с ульдина спрашивает как давно вы увлекаетесь кулинарии сколько уходит времени на съемку одного видео как вашему увлечению относятся ваши близкие и друзья по порядку три вопроса три ответа как давно вы увлекаетесь кулинарии кулинарии я увлекаюсь в принципе нравилось всегда готовить я в детстве не особо этим занимался когда подрос женился вот мне на чего нравится готовить в общем ну сколько я до лет семь мне нравится готовить сколько уходит времени на съемку одного видео времени уходит достаточно много я трачу ну во-первых все зависит от блюда конечно же да но вот к времени приготовления блюду блюдо к стандартному то есть если например мясо там час готовлю то всегда надо добавлять процентов 60 времени это на организацию то есть установку света камеры там нажатие кнопочки записи и так далее вот проект поэтому считаю плюс 40 процентов ну на монтаж одного ролика у меня уходит примерно час времени час времени так а с вами можно связаться при помощи skype или социальную сеть а мне нужно задать вам несколько вопросов человек спрашивает но я кстати по моему ответил да можно со мной связаться через социальную сеть ссылка вконтакте и на группу и на мою страничку есть под каждым видео пожалуйста связывайтесь я всегда готов пообщаться но естественно в личку на ю тубе тоже можно написать так а сколько вам лет анастасия нагайцева задает вопрос мне а сколько мне кстати 30 лет черт правда забыл сколько мне 30 лет не я родился 25 июля 1983 года